Мусульматы, мембрии, ай консилиулу и штиенцифик специализат, многоуважаемые члены ученого совета, многоуважаемые официальные оппоненты, многоуважаемые присутствующие. Согласно решению Аначек, мы проведем защиту диссертации на ученое звание доктора психологии Мулько Линии Юлии на расстоянии, то есть онлайн. И второе, есть решение Аначек от 2-го, от 28-го февраля номер 2, относительно защиты диссертации Мулько Лилии Юлии, прошу прощения, развитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографии. Научный руководитель, доктор хабилитат психологии, профессор Раку Жана. Официальные оппоненты Балбачану Аглаида, доктор хабилитат психологии, профессор-исследователь, и Патынг Анжела, доктор психологии, конференциар. Состав ученого совета. Железко Петр Степанович, доктор хабилитат психологии, профессор. Лоса Елена, ученый-секретарь, доктор психологии, конференциар. Платон Каролина, доктор хабилитат педагогики, доктор психологии, профессор. Синицару Лариса, доктор психологии, конференциар. И Паладия Оксана, доктор психологии, конференциар. Все члены ученого совета присутствуют, так что форум у нас есть, и мы можем начать непосредственно работу. Для начала слово представляется ученому-секретарю, Лосы Елена, для того, чтобы она представила личное дело Мулько Июлии. Пожалуйста. Молтумеск. Я представлю, достоин, личное дело на руманска. То есть, материалы допусы для кандидата на титул штиенцифик, на консилию штиенцифик специализат, контену урматоар лякты. 1. Дечизия деформария консилию штиенцифик, ориенцах на лякты. 2. Теза и резюма тези. Урматоруемый документ. Семинарный штиенцифик директор фил, луна 2012, 2018, 2018-2019, с анексировой листии для представителей в семинар, и формулирование о тезе для семинар штининцевых профил. Следующий документ является листой работодателей штининцевых на тезе, изъемной оттор и сертификат для секретарства штининцев в Университетии Педагоги и в Статии Ункраинга. Суplementы публикацией лори, авиза позитива кафедрии психологии в Университетии Педагоги и в Статии Ункраинга, в кадр-у кэруи а фост elaborата лукрая и, в токмит, в авиза, в база процессу вербал номер 2, дин 30 луна 10-а 2019-а. Домна Болбучиану. Урмъторул документ е авизу кандидатуру штининцевих на тему депутат доунии Ракужана. Урмъторул акт упринь листа организациялор по адреса кэру а фост экспедиат резумату и адоверинта депутат тези до доктор в фонд Университетии Библиотеки Университети Педагоги и Статии Ункраинга. Съм тат компонентите нецесаре пентру даруларе очистей и шабинцей. Да, вам обсумим спасибо большое донна Лоси. Значит, слово сейчас представляется докторанке Мулько Юли для краткого информирования в течение 20 примерно минут, плюс-минус. Постарайтесь так, чтобы улазиться до 20 минут. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые председатели, присутствующие, вашему вниманию представляется диссертационная работа на тему развития волевой сферы на занятиях хореографией. Воля является одним из важнейших процессов сознательной регуляции поведения личности. Именно волевые качества необходимы каждому человеку и делают по свободному сознательным субъектам собственной жизни и деятельности. Особо подчеркнем, что развитость волевой сферы позволяет личности ставить цели и реализовывать и добиваться желаемого результата. В данном контексте отметим, что становление воли является магистральной линией всего психического развития ребенка, наряду с его познавательным, эффективным и поведенческим развитием. Актуальность проблемы изучения и определения оптимальных условий формирования волевой сферы в дошкольном возрасте информационными технологиями с ранних этапов детства, что важно и необходимо. Однако одностороннее развитие приводит к снижению его потребности в двигательной активности. Для развития последней дошкольный возраст является сенситивным периодом, и ее стимулирование может позитивно стазываться в целом на психическом развитии и на становлении воли в частности. Хореографию и танцы можно использовать не только в целях физического развития и укрепления здоровья ребенка, но и формирования воли и совершенствования его двигательной активности. Цель научной работы определить уровни произвольности, изучить особенности волевой сферы и динамики ее развития у детей на протяжении дошкольного возраста, с учетом гендерных различий, а также разработать и апробировать формирующую программу, направленную на развитие волевых качеств дошкольника в рамках занятий хореографией. Данная цель была реализована при помощи ряда задач, представленных на слайде. Научная новизна и оригинальность в исследовании получены новые результаты о динамике развития компонентов волевой сферы дошкольника, дополняют и конкретизируют научное знание о механизмах становления истоков воли ребенка. Получены новые данные о возрастных и половых различиях в становлении произвольности, принятии задачи, подчинении правилам и так далее. То послужило основой для разработки стратегии развития волевых качеств и в экспериментальных условиях. Теоретическая значимость работы состоит в том, что осуществлено комплексное изучение развития компонентов волевой сферы на занятиях хореографии, выявлена специфика и особенности в становлении воли на протяжении дошкольного возраста, а также установлены различия в проявлении волевых качеств у девочек и мальчиков. Практическое значение работы заключается в том, что предложенная модель и разработанная программа развития параметров волевой сферы дошкольника через хореографические занятия могут быть широко применены воспитателями, педагогами и хореографами для работы с детьми в указанном направлении. Гипотеза исследования. Мы предположили... Гипотеза исследования. Мы предположили, что на протяжении дошкольного возраста развитие компонентов волевой сферы ребенка имеет позитивную динамику, а также существуют особенности проявления волевых качеств в зависимости от пола ребенка у девочек и мальчиков. В рамках хореографических занятий возможно целенаправленное формирование компонентов воли. Внедрение научных результатов. Результаты исследований применялись на базе школы хореографии и танца Экстримент Максимум, а также в рамках консультирования при отборе в студию. Полученные теоретические и эмпирические данные исследования использовались при разработке лекционных университетских курсов и методических рекомендаций по психологии и развитии по общей возрастной психологии психологии личности в Кишиневском государственном педагогическом университете имени Иона Крянга. Кроме того, они были использованы в деятельности руководителей хореографических студий и педагогами дошкольных учреждений. В первой главе работы проанализированы теоретические подходы к проблеме развития воли и ее компонентов в психологии. Представлен детальный обзор исследований об особенностях произвольности волевых процессов, психологических компонентов и характеристики воли ребенка в дошкольном возрасте. Рассмотрены продуктивные направления формирования воли через игровую и спортивные виды деятельности, а также проанализированы двигательная сфера и хореография как основа для развития волевой сферы дошкольника. Проведенный теоретический анализ исследований проблемы развития волевых качеств детей дошкольного возраста на занятиях хореографией позволил сформулировать цель и задачи для экспериментальной части работы. Во второй главе представлена методологическая база констатирующего эксперимента, а также рассмотрены и проанализированы результаты исследований об особенностях развития компонентов волевой сферы дошкольника. Экспериментальное исследование было осуществлено на базе школы танца Extreme and Maximum В констатирующем этапе исследования принимали участие 120 детей, из них 68 девочек, 52 мальчика Вновь поступившие дети были распределены в группы соответственно возрасту Таким образом были сформированы три группы для проведения констатирующего эксперимента Для реализации основной цели, задачи исследования и проверки выдвинутых предположений были использованы следующие методики, представленные на данном слайде Далее представлены результаты испытуемых по методике Калина Отсутствие отвлечения не характерно для детей первой выборки Во второй выборке этот параметр уже сформирован у 27,5% дошкольников Особо подчеркнем, что в третьей выборке сосредоточенность на задании и отсутствие отвлечения зафиксированы у более половины, 55% детей Результаты по параметру отвлечения в первой выборке характерны для более половины, 65% детей А во второй видим, что такое поведение наблюдается до 67% детей Позитивная динамика данного параметра проявляется к 5-7 годам в третьей выборке И отвлечения у детей снижаются и характерны лишь для 40% испытуемых Невыполнение задания, то есть отвлечения и незавершение его при наличии помех и сложности в регуляции своего поведения Характерны для 35% детей первой выборки Так, во второй и третьей, соответственно, по 5% испытуемых не смогли преодолеть помехи и не вернулись к выполнению основного задания Отметим, что данный уровень выраженности показателя является низким и в целом сохраняется в дошкольном возрасте после 4 лет По данной методике установлены статистически значимые различия Сравнительный анализ результатов девочек и мальчиков Так, среди младших дошкольников не выявлено ни девочек, ни мальчиков, для которых характерна максимальная сосредоточенность И отсутствует отвлечение на помехи Анализ практических данных, наблюдения родителей, воспитателей, а также экспериментальные данные исследований Свидетельствуют о том, что для младших дошкольников не характерна выраженная волевая регуляция поведения и преобладает импульсивность реакции Фактически наши результаты подтверждают эти предположения При этом уточняют и дополняют специфику становления волевой сферы на протяжении всего дошкольного возраста Следующий параметр волевой сферы – это целенаправленность ребенка при выполнении задания по методике Эльконина Стойкая длительная целенаправленность выявлена лишь у 2,5% детей первой выборки Во второй выборке – у 47,5% дошкольников А в третьей стойкая длительная целенаправленность зафиксирована у подавляющего большинства – 82,5% испытуемых По параметру малоактивная целенаправленность в первой выборке – 42,5% детей Во второй видим снижение количества – до 37,5% детей Позитивная динамика особо проявляется в третьей выборке и выявлена лишь у 10% испытуемых По параметру нестойкая целенаправленность, то есть отказ от выполнения задания при столкновении с трудностями характерен для 55% первой выборки Во второй выборке – у 15% Несмотря на то, что в 5-7 лет у детей активно формируются волевые качества, все же в третьей выборке нестойкая целенаправленность продолжает сохраняться у 7,5% детей По данной методике установлены статистически значимые различия Сравнительный анализ результатов девочек и мальчиков Так, в первой выборке уже у одной девочки проявляется стойкая целенаправленность, мальчиков с такими показателями нет По параметру малоактивная целенаправленность выявлены следующие особенности Так, 10 девочек обращаются за помощью ко взрослым, а у мальчиков такая стратегия характерна для более половины, то есть 7 испытуемых По параметру нестойкая целенаправленность в первой выборке более половины младших дошкольниц, 59,3% характерен отказ от задания в случае столкновения с трудностями У мальчиков такая ситуация выявлена для меньшего количества, 46,2% испытуемых В продолжении представим результаты дошкольников по методике графический диктант Представляет интерес динамика данных развития произвольности на протяжении дошкольного возраста Первая выборка низкий уровень характерен для большинства детей, 87,5%, а к 7 годам он зафиксирован лишь у 12,5% детей Средний уровень произвольности имеет следующую динамику От 12,5% первой выборки до 52,5% дошкольников третьей выборки Развитие высокого уровня произвольности характерно на протяжении только среднего и старшего дошкольного возраста От 4% детей во второй выборке до 35% испытуемых в третьей выборке Анализ развития произвольности у девочек и мальчиков показал, что значимых различий в первой выборке не выявлено Во второй выборке мальчики несколько опережают девочек по развитию произвольности Исключение составляет лишь тот факт, что для второй выборки высокий уровень изучаемого параметра зафиксирован у 14,5% девочек и лишь у 5,3% мальчиков По данной методике установлены статистически значимые различия результатов мальчиков и девочек в старшем дошкольном возрасте А также в целом по выборке В продолжение представим результаты испытуемых по методике домик с вырезанием круга Крайне низкий уровень у 22,5% испытуемых первой выборки Низкий уровень произвольности зафиксирован у 55% первой выборки, у 10% второй и лишь у 5% третьей Ниже среднего уровень характерен для 15% детей первой выборки и 10% второй Старших дошкольников с уровнем ниже среднего не выявлено Средний уровень произвольности характерен для одного ребенка первой выборки 47,5% второй выборки и 5% третьей выборки Отметим, что хороший уровень произвольности выявлен у 5% детей в первой выборке, 22,5% второй и 17,5% третьей А очень хороший уровень, соответственно, по 10% испытуемых 4-5 и 5-7 лет. Высокие и наивысшие уровни произвольности не характерны для детей 1-2 выборки, а в 3-й эти уровни выявлены у 45% испытуемых. Подводя итоги полученных данных по методике домик с вырезанием круга, выделим, что нами установлен важный феномен. Сведение предлагаемых шкал к 3 основным уровням произвольности, низкий, средний и высокий, позволило зафиксировать следующие распределения испытуемых. Так, средний уровень произвольности характерен для 47-5% детей в 4-5 лет по сравнению с результатами у младших дошкольников. Указанный уровень выявлен только у 2-5% испытуемых, а в выборке детей 5-7 лет только 5% его сохраняют. Эти данные свидетельствуют о том, что дети 3-4 лет еще не произвольны просто по своему возрастному состоянию. Затем средние дошкольники дают естественный скачок, а потом, если с ними целенаправленно не заниматься, то может наступить спад. Этот аргумент был взят нами на вооружение, то есть для формирования произвольности наиболее продуктивным является средний дошкольный возраст. По данной методике установлены статистически значимые различия. Выявление особенностей произвольности у испытуемых разного пола показало, что в возрасте 3-4 лет мальчики значительно отстают в развитии компонентов произвольности. Примерно одинаковые уровни произвольности отмечены для детей 2-й выборки. Например, различие выявлено лишь для уровня хорошей, где у мальчиков к нему относятся 26,6% испытуемых, а у девочек только 19. Далее, для анализа таких компонентов волевой сферы ребенка, как активность и уровень инициативности, самостоятельность и умение осмыслить ситуацию, использовалась методика гусь-кольцеброс. Низкий уровень характерен для 60% детей 1-й выборки, для 15-й, 2-й, у 7-й и 5-й, 3-й. Для первой выборки средний уровень зафиксирован у 40% детей, во второй – 57,5% и в третьей – для 45%. Среди первой выборки нет детей с высоким уровнем изучаемого параметра, во второй выборке – у 27,5% детей, а в третьей выборке высокий уровень уже выявлен почти у половины – 47,5% старших дошкольников. По данной методике установлены статистически значимые различия результатов. Представляет интерес различия результатов у девочек и мальчиков, так как среди младших дошкольников не выявлено ни девочек, ни мальчиков, для которых характерны высокие уровни активности, инициативности, самостоятельности. Данные практических наблюдений родителей и воспитателей, а также экспериментальные результаты исследований свидетельствуют о том, что в 3-4 года после кризиса трех лет у большинства детей еще не выражены указанные качества. Статистический анализ результатов установил значимость гендерных различий у мальчиков и девочек в проявлении активности, инициативности, самостоятельности при выполнении задания на всем протяжении дошкольного возраста. Выводы ко второй главе. Анализ полученных данных выявил позитивную динамику становления воли на протяжении дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Экспериментально установлено, что уровень развития компонента волевой сферы у мальчиков выше, чем у девочек. Немаловажным условием для их становления является дальнейшее развитие моторной сферы дошкольника в рамках хореографических занятий. В третьей главе работы представлены результаты формирующего и контрольного этапов эксперимента. На слайде представлены основные положения нашей исследовательской стратегии. Содержание модели формирования компонентного воли через развитие моторной сферы на занятиях хореографии. Такая концептуальная модель и основанная на ней психолого-педагогическая стратегия являются перспективной, так как благодаря ей приобретается двойной эффект для ребенка. Так, с одной стороны, дошкольник приобретает новые знания, обладевает двигательными навыками, а с другой стороны, у него корректируются и продолжают свое дальнейшее развитие становления элементов волевых качеств и регулятивных образований. На основании полученных результатов констатирующего эксперимента была сформирована экспериментальная группа, в которую вошли семеро детей четырех лет с самыми низкими показателями по всем пяти проведенным методикам. Для последующего оценивания эффективности программы была организована и вторая контрольная группа дошкольников из семи человек, также с низкими результатами по всем диагностическим методикам. Они не принимали участие в хореографических занятиях. Всего в контрольном эксперименте участвовало 14 детей, из них 11 девочек, 3 мальчика. В экспериментальной группе было 5 девочек и 2 мальчика, а в контрольной 6 девочек и 1 мальчик. Программа формирования волевой сферы дошкольника на занятиях хореографией состояла из 16 занятий, которые проводились два раза в неделю по 25-30 минут в течение двух месяцев. Программа направлена не только на формирование воли, но и является комплексной, захватывая другие сферы развития дошкольника, хотя и опосредованно. Отметим, что по завершению двух месяцев можно повторять данную программу, так как при ее составлении учитывались все международные правила для танцевальных групп, классов, коллективов, студий, организаций. Она соответствует всем хореографическим требованиям, относится к классу начинающей и включает в себя изучение двух основных танцев – медленный вальс и джайв. После проведения формирующего эксперимента с испытуемыми экспериментальной и контрольных групп был проведен контрольный эксперимент по тем же методикам, которые использовались в констатирующем опыте. Рассмотрим результаты испытуемых контрольно-экспериментальных групп по методике Каллин. Все дети контрольной группы не справились с заданием, ни в констатирующем опыте, ни в контрольном эксперименте. Анализ результатов экспериментальной группы в контрольном эксперименте выявил следующие закономерности. Так, отсутствие отвлечения характерно для 14,3% младших дошкольников, а 71,4% зафиксированы отвлечением. Таким образом, результаты улучшились почти у всех испытуемых экспериментальной группы. Выявлена положительная динамика показателей у детей после формирующего эксперимента. Полученные различия являются статистически значимыми. Далее рассмотрим результаты контрольно-экспериментальных групп по методике Эль Конина. Результаты испытуемых контрольной группы в контрольном опыте те же, что и в констатирующем опыте. Они свидетельствуют о том, что для всех детей характерна нестойкая целенаправленность. Такие же результаты были характерны и для испытуемых экспериментальной группы до участия в формирующем эксперименте. Однако в контрольном эксперименте их результаты кардинально изменились. Так, малоактивная целенаправленность выявлена у 100% детей экспериментальной группы. Стойкая длительная целенаправленность не характерна для младших дошкольников. Детей с уровнем нестойкая целенаправленность в экспериментальной группе не выявлена. Полученные результаты являются статистически значимыми. Таким образом, нами зафиксирована четко выраженная положительная динамика по уровню целенаправленности у младших дошкольников экспериментальной группы после формирующего эксперимента в контрольном опыте. Результаты испытуемых экспериментальных контрольных групп по методике «Графический диктант» Анализируя полученные результаты испытуемых контрольных групп в контрольном опыте, мы выявили, что низкий уровень произвольности младших дошкольников не изменился с момента проведения констатирующего опыта и был характерен всем семерым детям. В экспериментальной группе после цикла формирующих занятий установлен средний уровень произвольности у 85,7% испытуемых и высокий уровень выявлен у 14,3%. Средний уровень произвольности уже свидетельствует о том, что дети принимают учебную задачу, ориентируются в пространстве. Для высокого уровня характерны следующие особенности. Ребенок полностью справился с заданием, самостоятельно работал, имел отдельные ошибки, но его узор в целом соответствовал образцу. Полученные различия являются статистически значимыми. Результаты испытуемых контрольно-экспериментальных групп по методике домик с вырезанием круга. Рассматывая результаты испытуемых контрольной группы, отконстатирующего контрольному эксперименту, отметим, что они не изменились. Оценивая результаты испытуемых экспериментальной группы по методике домик с вырезанием круга в контрольном опыте, нами были получены следующие изменения. Такие уровни произвольности, как наивысшие, хорошие и ниже нормы, крайне низкие, не характерны для детей экспериментальной группы после цикла формирующих занятий. Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень произвольности детей экспериментальной группы в контрольном эксперименте имеет четкую положительную динамику. Результаты испытуемых экспериментальной контрольной групп по методике ГУС-Кольцеброс. Отметим, что все дети контрольной группы имели низкий уровень в констатирующем опыте, а к контрольному опыту у шестерых детей он остался прежним. Лишь один ребенок улучшил свой результат. Аналогичные данные были получены для испытуемых экспериментальной группы в констатирующем опыте. То есть все 100% детей имели низкий уровень до участия в хореографических занятиях. Ситуация изменилась в контрольном опыте. У 28,6% испытуемых зафиксированы высокие уровни. У 57,1% средние уровни изучаемых параметров. Низкий уровень выявлен лишь у одного ребенка экспериментальной группы. Установленный факт свидетельствует о явной положительной динамике развития важных фолевых параметров у детей в процессе хореографических занятий, активности, инициативности и самостоятельности. Полученные различия являются статистически значимыми. Отметим, что для проверки эффективности разработанной нами программы статистически оценивались изменения результатов испытуемых экспериментальной группы в констатирующем и контрольном опыте с использованием знаково-рангового Т-критерия Уилгексона. Указанные различия в таблице являются статистически значимыми. Рассматривая результаты испытуемых экспериментальной группы от констатирующего контрольному эксперименту, отметим, что они кардинально изменились. Так, низкий уровень произвольности выявлен только у 28-6% испытуемых, а ниже среднего у 57,1% детей. Средний уровень произвольности характерен для 14,3%. Особо подчеркнем, что такой уровень произвольности, как ниже нормы, крайне низкий, не были характерны для детей экспериментальной группы после цикла формирующих занятий. Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень произвольности детей экспериментальной группы в контрольном эксперименте, имеет четкую положительную динамику. Полученные результаты являются статистически значимыми. Таким образом, была зафиксирована положительная динамика развития компонентов воли у испытуемых экспериментальной группы по всем методикам после цикла формирующих занятий. Выводы по третьей главе. Полученные данные позволили нам сделать вывод о том, что занятия хореография являются продуктивными в направлении развития таких компонентов воли, как произвольность движений ребенка, координация мелкой моторикой рук, ориентация на образец в процессе выполнения задания и умение точно его скопировать, умение работать по правилам и работоспособность, произвольность, уровень развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсимоторной координации. Указанный вывод был подтвержден результатами контрольного эксперимента. Решенная научная проблема состоит в выявлении особенностей и динамики волевой сферы в дошкольном возрасте, которые послужили основанием для разработки формирующей программы на занятиях хореографии, которая позволяет эффективно развивать волевые компоненты воли личности ребенка. В работе была реализована цель и подтверждены гипотезы исследования. Основными результатами работы являются следующие положения. В ситуации стихийного становления компонентов волевой сферы у детей дошкольного возраста их уровень является низким или средним. Изучение представлений старших дошкольников о двигательной сфере выявили следующие закономерности. Так, дети, которые систематически посещают занятия хореографией, ритмикой или танцами, имеют более широкие и полные представления о моторной сфере и ее значении в жизни человека. В нашем исследовании опытным путем установлена положительная динамика развития параметров волевой сферы от 3 до 7 лет. Различия уровней компонентов воли у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов являются статистически значимыми, что указывает на важность возрастного критерия в становлении воли ребенка. Другая важная закономерность, экспериментально выделенная и статистически подтвержденная в констатирующем исследовании, заключается в том, что по таким параметрам, как уровни произвольности, активности, инициативности и самостоятельности, мальчики опережают девочек. И эта тенденция сохраняется на всем протяжении дошкольного возраста. Анализ научной литературы показал, что на развитие произвольности поведения оказывает влияние все виды деятельности ребенка, но ведущее место принадлежит игре. Этот факт был учтен при создании и разработке моделей программы по развитию компонентов воли на занятиях хореографии для детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте формирование воли и произвольности только начинается, и продуктивными условиями для этого является развитие двигательной сферы в рамках групповых занятий в танцевальном коллективе. Эффективность предложенной хореографической игровой программы была подтверждена в контрольном эксперименте. Рекомендации. Задания, направленные на развитие моторной сферы дошкольника, должны организовываться с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Систематические и простые требования взрослых к поведению детей являются основой для развития воли и ее компонентов. Для хореографа важны знания психологических закономерностей развития дошкольника с целью правильной организации занятий. Важность использования для педагогов и родителей сенситивных возможностей дошкольного возраста и направленность их воздействий с учетом необходимости развития компонентов воли. В рамках хореографических занятий педагогу важно учитывать различия и особенности развития волевой сферы у мальчиков и девочек, выявленные в нашем экспериментальном исследовании. Спасибо за внимание. Спасибо и вам. Уважаемые коллеги, можете задавать вопросы, если есть. Таким, может быть, и так далее. Вот такой вопрос. Добрый железн. Добрый железн. Портим, портим. Над Бинябастерой, над Бинябастерой лично память микрофона считали вверху автостиму. Над Бинябастерой. Да. Посты, акушос реглезн, динчат. Да, требует strict, да, и пробавил, ка с ма аузит. Дечи, акума урмеаза... Акума парка вауут мае бине, да? Да, да, бине. Тарнираем весь микрофон. Да, я понял. Да, путите репетац част спосы больше. Дечи, репетаем, повторяем. Сейчас можете задавать вопросы претенденту. Если есть вопросы, пожалуйста. Акума парка вауут мае. Один просто конкретизирующий. У вас три возрастные подруга. Вот 3-4, 4-5, 5-7 лет. Скажите, пожалуйста, какая разница между детьми 4 лет в первой подгруппе и 4 лет в второй подгруппе? Где эта разница? И то же самое между детьми 5 лет в второй подгруппе и 5 лет в третьей подгруппе. Ясно. Спасибо за вопрос. Как я распределяла по группам? Первая группа 3-4 года. Возраст. Это детки, с которым только исполнилось 3 годика и до 4. То есть до 4. Следующая подгруппа возрастная получается с 4 и уже до 5. Спасибо большое. Я поняла. Потому что обычно так не делали 4. Вот сейчас я поняла. Если вспомним век слера, да, от 3 лет до 4, до 3 лет до 11 месяцев и 30 дней дальше от 4. Все. Это было бы понятно. Но это конкретизирует. Второй вопрос у меня... Второй вопрос у меня может быть немножко провокационный. Вы употребляли те, что очень знакомые. Вот на примере графического диктанта. Да, да. И там есть нормативная шкала. Пожите вы несколько диапазона вашего слова. Вот там употребляется нормативная шкала. И потом нет труб, в чем лучше мой труб. Ну, например, с кемец андрей можно... Апликает поиску и учитывается... Можно... Вот на примере... С кемец возраста можно использовать эти методики. Возрастной диапазон. Я так поняла. Да, возрастной диапазон, с которым можно использовать методики. А, нормативы даже. А, да. Получается, данные методики можно использовать с младшего дошкольного возраста. То есть, начиная с трех лет. Так. Трех лет и до семи, да? И до семи, да. А вот сейчас мой вопрос. Если вы употребляете одну или ту же нормативную шкалу, для этих трех ваших возрастных подгрупп, как груб... Естественно, что результаты трехлетних детей намного ниже, чем результаты четырехлетних детей. Вы поняли? Да. Естественно, намного ниже. Почему мы тогда говорим, что у них низкий уровень, низкий уровень, низкий уровень результатов вообще в первой возрастной группе? Естественно, что он будет низким по сравнению с третьей подгруппой, например. Я не знаю, если я сформулировала вопрос. Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Это действительно так и получается, так и есть. То есть дети в 3 года, конечно, они могут повторить намного меньше по образцу, чем дети, которым 7 лет. Да, и это может являться нормой для детей 3 лет. Один и тот же результат батлов, он говорит о разных уровнях. Один и тот же результат будет, например, высоким уровнем у 3-летних и низким у 7-летних. Как вы вот это объясняете вашей работе? Юлия, вы подумайте над этим моим провокационным вопросом. Я знаю, как ответить. Просто подумайте потом и предстоятельно вам это говорить. Да, спасибо. Спасибо. Тут нам важна была динамика, то есть просмотреть саму динамику развития. Да, и тогда вы срабатываете уровень до и уровень после, и вот это вам говорит о каких-то значимых изменениях. Спасибо. Спасибо. Да, и вам спасибо. Повтим, пожалуйста, кто еще какие вопросы имеет? Вы можете я задать? Да. Госпожа Синициарова. Для формирующего эксперимента были отобраны дети 4-х лет. По каким критериям? Деток отбирали после констатирующего эксперимента по методике домик с вырезанием круга мы выявили такой феномен. Детки 4-х. По данной методике мы руководствовались результатами проведенных методик и таким образом отобрали следующую группу. В работе у вас чудесно прозвучал сопоставительный анализ по всей методикам. И эту группу детей четко обозначилась для формирующего эксперимента. Сопоставительный анализ по всей методике. Да. Однозначно у вас очень хорошо получился, но я думаю, что каким должен быть ответ? Да, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, если есть. Да, вам на палладе. Участие родителей в формирующем эксперименте важно? И как было? И как было? Как было в Скайте? Родители, конечно, участие родителей очень важно в формирующем эксперименте и по программе последняя часть занятия это церемония похвалы. На эту церемонию похвалы приглашали родителей в зал и перед родителями оценивались результаты работы деток. То есть если ребенок выполнил все хорошо на занятии, то родители могли поаплодировать детям. То есть родители были, их участие было очень важно. Спасибо. Да. Шиной вам спасибо. Еще вопросы, если есть, уточнения. Вот такой вопрос. Чем объяснить тот факт, что в формирующем эксперименте участвовало малое количество мальчиков? Дело в том, что на танцы вообще идет маленькое количество мальчиков, и в любом возрасте, и в любом возрасте. Да. И чем это можно объяснить? Тем, что мальчики больше хотят идти на какие-то боевые виды спорта. Так. И тогда какова значимость полученных результатов по половому признаку между девочками, участвующими в формирующем, и мальчиками? Ну это уже все с помощью статистических методов обработки. Да. Там все это учитывалось. Учитывалось, но не мало ли, так сказать, количества мальчиков для того, чтобы судить о полученных статистических данных? Данные методы статистики позволяют сделать выводы по какому количеству маленьких участников? О тенденции только. Больше о тенденции, чем… Да. Больше о тенденции, да? Да. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, уточнения. Нет больше вопросов. Спасибо за ответы на поставленные вопросы. Сейчас ученые-секретарь нашего совета знакомят с решениями, которые были, скажем, на спецсеминарии, решения АНАЧЕК, которые поступило, ну и другие, скажем, документы. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . 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 , . 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 Дианк, doctorand a perfectat textul științific, luând de considerare aceste sugestii și recomandări, fapt care a permis inițierea și derularea ședinței de astăzi în cadrul Consiliului Științific, specializat. Referitor la rezumatul tezei, la autoreferiatul tezei de doctor în psihologie au parvenit patru avize. Din partea doamnei doctoră în științe pedagogi din cadrul Catedrei Învățământului Primar și Educație Tempuria Institutului de Știință al Educației, doamna Chichici Veronica. A doilea aviz a venit din partea doamnei Darii Ludmila, doctoră în științe pedagogi și Universitatea de Stat de Moldova. A treilea aviz este din partea doamnei Lucia Safca, doctor conferențar universitar din cadrul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Și al patrulea aviz este din partea doamnei Băceva Elena, doctoră în psihologie, directorul Centrului PsicPro. Aici vreau să menționez că în toate avizele este stipulat că lucrarea este actuală, importantă, că se apreciază valoarea științifică practică aplicativă a cercetării, acuratețea cu care a fost realizată cercetarea și contribuțiile autoare. În concluzie, autorii tuturor avizilor s-au expus pentru conferirea doamnei Monco Iulia tipului științific de doctoră în psihologie la specialitatea 511.02, psihologia dezvoltări și psihologia educațională. Pag. Хотела всех поблагодарить. Спасибо огромное за такое изучение работы, за поддержку, за такие отзывы и такие теплые слова. Спасибо огромное. Спасибо и Вам. Сейчас слово предоставляется научному руководителю, который охарактеризует личностные качества и профессиональные качества претендента на научный руководитель. Спасибо. Уважаемый председатель ученого совета, секретарь, член ученого совета, наши рецензенты, все присутствующие. Я хочу сказать очень добрые и теплые слова о Юлии Мулько. Мы сотрудничаем с ней на протяжении большого времени. В докторате у ней был перерыв определенный, но Юля человек устремленный, и она то исследование, которое начала, оформила его в виде диссертации, и вот мы сегодня его обсуждаем. Значит, хочу сказать, что она очень человек ответственный, дисциплинированный, пожалуй, даже слишком дисциплинированный и ответственный, потому что все замечания, все пожелания, советы, она старается вникнуть, внести, прислушаться обязательно, и это нашло выражение в работе. Потом она возглавляет детский коллектив, и вот та возрастная группа, с которой она работала, хоть я по работе говорить не буду, но это группа очень сложная, дети маленькие, их чему-то научить очень сложно. Вы видите, что в ситуации пандемии, как плачут родители, бомбардируют министерства для того, чтобы открыли детские сады. Родители не знают, что со своими детьми, ну как, знают, но во всяком случае в таком объеме они раньше не имели возможности. А Юля работает, начиная с трех лет, и вот учит этих детей, чему-то не просто учит, она имеет результаты этого обучения. Ее дети участвуют, если внимательно, те, кто имел возможность посмотреть диссертацию, приложение, она разместила соревнования, фотографии, имеют результаты, очень хорошие результаты. Поэтому Юля не останавливается на достигнутом, она к чему-то стремится. Когда я посмотрела вот CV, уже такое обновленное, я посмотрела, сколько еще всевозможных стажировок она сделала. Она постоянно не только в своей профессии, но и смежные охватывает, потому что сейчас современные дети, они плохо говорят, она, значит, получила образование логопеда, потому что с этими детьми надо контактировать. Родители, конечно, этих детей тоже в восторге. Я говорила и имею такие очень положительные отзывы. Конечно, человеку, который пришел с практики, очень сложно может быть. И с точки зрения оформления научной работы, проникновения в концепции, я не говорю уже о статистике. Но, тем не менее, за этот период Юля очень сильно выросла. И я думаю, вот все то, что она в рамках научного исследования, новые компетенции, которые она в себе открыла, они ей помогут и в практику она будет под новым углом зрения смотреть, с учетом вот этих научных всех вещей, понимания механизмов, которые стоят. И с другой стороны, вот, конечно, она как исследователь, который прошел все эти этапы в современном алгоритме очень сложные, она все-таки выросла. Поэтому я очень благодарна ей и горжусь, что вот она, значит, делала это исследование и завершила, оформила его. Сегодня мы это обсуждаем, значит, опять-таки, чтобы она радовалась теми достижениями, которые она имеет. От всей души, ну, пока еще не поздравляю, потому что мы это исследование сейчас будем обсуждать, но успехов, реализации и новых целей, к которым ты обязательно пойдешь. Потому что у тебя есть все главные качества. Ответственность, трудолюбие, стремление, желание, значит, развиваться. Большое спасибо. И вам большое спасибо, госпожа Раку. Сейчас представим слово официальным оппонентам. Для начала, наверное, попросим госпожу Болбачану Аглаиду, доктор Хабилитат, профессор. Конъектация микрофона, дана Болбачан. Ваузим, дана Болбачан. Да, я хочу, чтобы я его разранжал, чтобы он мог увидеть, чтобы он был виден более быстрее. Я хочу сказать, что мне было очень интересно, что я расскажу эту работе, Юрия Муко, и я хочу сказать, что это было бы, что у нас был дуракат для детей, для дуракатия детей в варста пресколар, что у нас есть фактор для развития воли, для кореографии, мишка. И, наверное, он приходит в схема, что я хочу, чтобы ученицы обыкли, чтобы выбрать какие-то объекты мэрмонтили, чтобы выбрать какие-то действия, И это очень важно, как и в том, что он получил пациент, и он, в том числе, в том числе, что он создает пациент, который производит пациент и праздничный, и, в том числе, он и он. И мне это просто, что это будет значительно революция. Это очень важно, когда мы говорим о принятии пресколару, и не только пресколару, наверное. В общем, в сфере коллектива пресколару, она не очень много изучается в психологии, она не очень много изучается, если мы говорим о других уровнях. И мы сделаем активы, в таком случае, как говорится, что в сфере коллектива «сфера коллектива» будет больше в кадре активности. В том числе, которые мы приведем к тем, как мы говорим, пынава и пынава моменты когда в колокольце идёт в школу. И когда в этот момент это была в школу, в цельном школе, в цельной практике, в системе обучения системы. Июня, иначе-то, в дубе, в дубе, в том числе и contribутие на решения ситуации, и премыкновение, которые мы сегодня презентали, в Консилииума для обучения грамм. Она принесет идея, как сфера политика, который позволяет развлечься, в contextе ладо-партилов, и активизации, которые принесли возможность развлечения, и они предпочтают, значит, руководство и игроков в контексте биографии, для развлечения, в среде школы, в паре. Дисертастика, в рамках и экологии, элабората дамына Иоанна Мелко, использована традиционной, для учебной работы, из-за републики Модога, в производстве, при капитале, в конкузии генерале, рекомендарь, и, соответственно, сурсы, а также анецели. Автория, в результате, в студии, в новой репетиции психики, эта теза議аная перед темы, как видите, на смартфон, на списке writesкоперилов, на списке пупелилов и на списке. В производстве, в которой предназбуты все эти декабинцы, и в результате концептируя, по сути, такие и декабинцы, в результате, в репетиции, бо врачи, Тот еще были в производстве. Это было в производстве, с тем, что она разработала, мальчику. Она делается в композиции университета коллектива, или в школе. и в непосредственные характеристики в вашей перспективе. Я хочу элементы для анализа, компаративно-экономики, компонентного сферилор, основывая интенсия и необходимость для изучения в сфере коллектива фрэшколар. В 1.1.1, «Сферия сферилором фрэшколар», о которой она анализирует информацию инстинктов, что существует на момент революционного объекта, и претенды, и консистент, называя модели, оборудовая проблемой, характеристикой процесса, что мы знаем, про процессы политики, уже в период предсказательных, и с кемерово, как пособие базы для взвода сферой политики и актэшкола. В конце концов, Юлия Лукова формулирует импортанта для этих проблем, липтового пункта генерального стабилизатора, подавляющего липтового пункта генерального стабилизатора из-за проблем. Систематизация информации реабилитового фактора и кондиция организации, специально организация компонентного сферма политика генерального стабилизатора и для практики. И для практики, мы считаем, что момент вновленности для развития воинской школы и идеи, до развития и предпочтения и для развития воинской школы и формирования, и для развития его в отношении более интересной и более удобно! И для практики, В целом, это исследование экспериментального в сфере политики для профилов в школах. Продолжение следует обеспечить методологию, т.е. элементы, описание методологии, этапы экспериментальные, и конкурсии, и конкурсии, и конкурсии, и конкурсии, что в частных девятах, мы смогли поддерживать такие мысampa и обороны, и вот так, и безопасностью и подскoll�� возрастного 0 Developers к язв priced Никак Child да и granted показывать ac в школах. И, в тот момент, как ответственность в политике является, что не только одна эта динамичная присутствует на стандарт в первую очередь. Второе, что существует в качестве коллектива в функции генов. Инференция между сферой коллективой и сферой коллективой для детей. Ипотезы ломантированы на это факт были проверены от автора тестии, анализируя идеи для детей в сфере мотарии, которые были с помощью специального исследования для автора тестии. И исследования и исследования формы компонентами в 18-18 лет. И это прежде чем тренинг, с демензиумом, впечатляющим, для оборудования в июле 18-18, между 18-18 лет и 18-18 лет. Преугольная лорачитательная в интерпретаре, Дальше, когда он примет, он не может, чтобы стабилизать консервы и конкузивы, в которой он осуществляет факты и отношения нори, определенные дела на эти этапе. Например, автория в том числе, в том числе, представители и информации, которые учатся в детстве, которые учатся в детстве, и которые занимаются системой в кореографии и танцах. Репрезентные детей которые учатся в актилитетах и в сфере мотарии, и в сфере их, они не могут быть более широким, и более широким. Они исключатся в инвенте, интересы и в мальчике. И это позитивно, в основе, но и в отношениях нового личного зрения, а также и на личности личности. Эта компания есть. Другая компания – это необычная компания. И это понятно, что работает… Другая компания – это необычная компания о том, что на текущей активности декоративных и ведения, в связи ко мне, с функцией лимбавицы, есть оценивание для сферы макуро и развития сферы макуро-решкола. Дезвольтая компонентной сферы коллективы, характера волонтар, качество регулирования, comportementа и индивиденция для всех детей, как и в конкурсе, она связана на уровне медиа или предупреждения, который необходима на всех, учебного девушек, во всех, воплогах, воплогах, неразбойно Ass Unreal . которые действовали в результате, в размере на планы, в кварт, вgrade, в основном области на эти самые важные праведушные и партнеры и бланяты для развития. Волонтаритель, архивизм, инзиативу интерхиденция, на них более крупнейших приедет к тайной пары. В основном, в основном, является подсоединение вашей волонтарительности и роль премодиагности в обществе для развития своих воинов. Продолжение следует... 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 так как в эксперименте, се секреаса на нител медиус или редус. Офаре менционеоза инфраструктанта консурина для върстей, которая се manifеста в неговаря позитива от утром параметри на муинтите в фрагментах за 13 лет. Как прогенде, са менеджерства в качестве фрагмента студията. Волонтария, активизм, инициатива индивиденция, приха в балуре май мариа револица в таза шестерта. И, се меншонеа, в моспечал, апаринтия элементалов волонтарите и руль примордияла жоку в атмосфера характеристикелори воинц. Меншонам, как инициатива Молкоу демонстрия импортанта апаринтии элементалов активизма на волонтария и основания и это влияет на ухлопе, и ухлопе и усилие и ухлопе в том, чтобы получить авторегулирую, например, авторегулирую и автономию. Их считаем, что эти факты и релазии получаются в Ивлево, в общем, партия экспериментал, в том, что это активное, в котором это связано в сфере воли, в школах. В импортном случае мы находимся в том, что мы находимся наше наше время, в том числе воли, на варста в школах, и, все остальное, все остальное, и, конечно, после того, что и практические имели, для того, чтобы организовать более интересные базы для которых организовать волонтарьи попилами на ворота пресколаря. Продолжение следует... 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 для того, чтобы принять рассмотрение в процессе информативного эксперимента. Сажена принципа для профессора, и у меня очень много, я уже говорил, Сажена принципа для профессора Если не у тебя... У меня написано, в экспрессии, для того, чтобы не уйти. Если не у тебя строга, для того, чтобы принять рассмотрение, Сажена принципа Другой вопрос, что он позволяет получить те, что вырежет, при мобилизании, волонтарительного элемента воинства. И Юлия говорит, что волонтарительные воинства Это формациумы, формациумы и интернеры, и эксперименция по которому папилу принять интеракционы с профессором на университете может быть использована темы. Я вам рассказал этот подчаст, потому что это очень важно для профессора, чтобы танцевать эти вещи, чтобы танцевать, чтобы танцевать, в конце концов, это возможно для развития коллектива для развития коллектива для специально организации, из-за того, что самые интересные самые интересные для танцев. У модели очень эффективны программы coreографические, и с элементами. То есть, у нас есть и университет политики. Иулия Монтрофт а constатат что при школах, они могут развивать какие-то аспекты для развития политики, которые, в связи с тем, что мескары, ориентирование по моделям, что принципы действия в правом степени и другие, в основном, и есть цель. В стиле в конкулинции Иулия закрепил на работе которые университет результаты по работе в уровне Issperial punk-возвращения для правительства, и возможность для эффективного смысла космоса. И именно в зависимости от целеных образований, Продолжение следует. Продолжение следует... В этот момент, кто-то в практике о реализации, презент информации больше и больше, на сфера мотора и на характеристики ей. Допустим, что они проходят по-прежнему, по-другому, что они продемонстрируют и продемонстрируют идея для ловеков и и корографии, как контекст, в развитии сферы мотоцелляции, идея очень ростовая, и материализация этой идеей для доктора Молко, и позволяющая прозрительная работа и здорово для полутора, и поддержки и поддержки о развитии, однажды. Мы видим, что в реларху и в результате работы, в структуре и в поддержке в течение дизи, предсказать в течение того, что в течение для психотерапии, психологии и факультета 15-20, Мы также говорим вам большое спасибо, госпожа Балбачану. Попросим следующего официального оппонента, госпожу Патынг, доктора психологии конференциара, высказаться по поводу защищаемой сегодня работы. Продолжение следует... 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 Как ответ motivационный, как процесс регulator, как и компонент активизации умани. Концентр de воинство и есть в компетенции и с консервы и другие отношения, как и отодetermинание, и отреглание. У спастие достаточно ларгий, который есть уферит для описания роли воинства в формировании характера. Допустим, что по-анализу деталью, докторанта связана, что, по-анализу, оборудовую функциональность, по-анализу, 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 по-анализу. В парад 1 и 2, описание глины психологические процессы вовлечения для детей в возрасте пре-сколар, подавляясь в акценте и факторе и факторе и компоненте сфере возникновения попилов. Добавил Аркад, что эта гринка, презентата от петра Дома Мукова, на пакина 51-52, это судящий образователь, и может быть использована как материал для учения психологии, психология попилов, психология процессов реактор, и как инструмент для учения психологии, в основе поormalи практичики и преподаватели, уродина, Продолжение следует... ... de la 3 la 7 ani, repartizat între grupe experimentale în funcții de vârstă 3-4, 5-6, 4-5 și 5-7. În conformitate cu scopul și impotezele cercetării, a fost selectat și un corpus impunător de instrumente, de fapt 5 la număr, care reflectă variabilele studiate, adică particularitățile proceselor volitive. Și anume, concentrarea sau mistracerea atenției în timpul efectuării unei sarcini cu stimuli externi, caracteristicile scopului în îndeplinirea sarcinii și capacitatea de a pastra claritatea scopului pe tot parcursul realizării acestuia, Dezvoltarea capacității de a lucra conform regulilor, orientarea spre modelul oferit în procesul de lutul, capacitatea de a alcovea precizie, coordonarea și adicățile motorii finali lucruri. De asemenea, dezvoltarea spontanietății, adoptarea sarcinelor, nivelul de dezvoltare a atenției voluntarii, percepția spațială, coordonarea sensului motorii, care și calitățile coletive, cum ar fi inițiativa, activismul, capacitatea de a înțelege situația. Un alt aspect studiat în cartul cercetării, constituie reprezentările copiilor de hâstă preșcolară despre sfera motorii. În acest sens, doctoranda a utilizat un chestionat de mai străzicibili, fiind orientată să determine dacă copiii care participă sistematic în activități de coreografie, ritmică sau danz, au o perspectivă mai mare asupra sferii motorii. Era benvenit dacă doctoranda ar fi oferit argumentii concludente, privind necesitatea studierii reprezentările copiilor despre activitatea motorii. De ce a considerat necesar includerea și acestei variabile în cercetarea dată? Prezentarea rezultatelor obținute la experimentul de constatare începe cu repartiția comparativă a datelor, privind particularitățile coletive, accentul fiind pus pe diferențele geni. La nivel de propunere, în urma experimentului post-adativ, audarea ar fi bine să elaboreze un profil al componentelor sferilor coletivea preșcolare, ceea ce ar fi oferit, plus valoare lucrării pe care a prezentat-o. Capitolul 3. Dezbocarea sferii coletive a preșcolarului din condiții experimentare, este descris experimentul formativ care pornește de la ipoteza potrivit căreia, prin activitățile de corecărie, putem dezvolta componentele sferii coletive la preșcolare. Merită de apreciat corect studiile a realizării experimentului formativ și respectarea riguroasă a anturicului, privind acest model de cercetare. Astfel se prezintă, în procedură de selectare a locului, focul programului de intervenție, principiile care au stat la baza acestuia, descrierea activităților coregrifice realizate cu copii. În prima parte a capitolului sunt reflectate principiile de formare a competențelor coletive la copii în carul activităților coregrifice, estimarea activităților coregrifice asupra structurii sferei voletive a copilului s-a realizat în cadrul experimentului de validare pe un truc experimental din șapte subiecti și un grup omogen de control. Subiectii de ambele grupului au fost extrași din locul celor care au luat scurul joasă la testele aplicate. Rezultatele prezentate și interpretate atestă efectul programului formativ asupra particularităților sferei voletive la preșcolar, precum și efortul doctorandii în realizarea acestei cercetări. În asemenea circunstanțe susțin că de zadată se afirmă printr-un nivel calcătiv în aur determinat de regoarea științifică impusă de acest tip de cercetare. Și consider că teza din doctor cu titlul Dezvoltarea sferei voletive la preșcolar în cadrul activităților mecorecrafiei la specialitatea Psicologiei dezvoltăie și Psicologiei educațională realizată de către Iulia Bucot corespunde exigențelor regulamentului ANACER fapt pentru care merită să își confere iduși identifică de doctor în psicologie. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Булбачану и Даму Патынг за такой глубокий и проведенный анализ данного исследования и за его высокую оценку. Спасибо большое. Спасибо и Вам. В продолжении, согласно сценарию, если кто из присутствующих желает выступить, может высказаться по поводу данной научной работы. Если только сказать, кто у нас тут присутствует, есть желание, может быть, даже у тех, которые сегодня отвечают за нашу техническую обеспеченность, нет желания. Тогда следующий пункт по сценарию – это выступление членов ученого совета. Членов ученого совета. Ну, давайте так, попросим для начала госпожу Платон, а потом уже по порядку и все остальные. Вы слышите нас, да? Да? Да. Да. Ва ругам. Моа? Моа аузи ти бине? Бине? Ваше бине. Бра. Бра. Да, се ауди. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дом ДимаTorzok 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 Дима ДимаTorzok ДимаTorzok ДмяTorzok Дима coefficient Конференциа Продолжение следует... 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 И Николаева, preferение на стабильность эмоционально-плитива. Действие на стабильность и эмоционально-плитива и сфера эмоционально-плитива. А здесь, я хочу сказать, что это прежде, чем шантюон-маляя, которая была очень интересная и есть у эшантюон, в росте на 3-7 лет, это о росте в росте, которая более трудно работала в дезинфикации. Это, конечно, это стоп. На уровне, в росте, да, на первой уровне, не знаю, как это возможно, который будет спешить огромное учебство, потому что, например, в долгой форме, на переграфии, на церковь свадьбу, у них ниже не менее боец. И это было очень большое большое спасибо за бюджет, в степене москалин. Аминься, в практике это важный программ, и минус, в результате эта работа обеспечит и мы и я взрослась в письма в степени в степени мы и мы знаем как это сложилось в степени и, во времена, эта степени в степени в степени обеспечит И эта личная связь с тем, что у королева контакты, старию детей, с воспитания, с воспитания, с воспитания, с воспитания, воспитания и воспитания. И это поведение, в какой-то возрастной связи, в процессе формирования, и, все еще раз, эта интереса, и обращение, но не ведет как сройтись на влияние о том, что и парисов, они обращаются в формировании в формировании этого света, в формировании этого француза, и о том, что это прекрасно, арта, в эту сферу. Я не могу сказать, что это экспериментально. и это было очень хорошо представлено в формате, и все остальные учебные учебники которые получают claridade в университете и все остальные учебники и все остальные учебники эмоциональны, например, учебные учебники которые были реализованы на учебнике гему, трасскариях трассвирам и disrupted дёшне лип THEY в стадии, как вы думаете, что сейчас, чтобы они были в отношении с сфера милиции. В КНГ, я хочу сказать, что результаты представлены были влажные, были влажные, и влажные результаты, и влажные, и влажные, и влажные, с обеих отношения, в том, что в форме сфереи мультики, конкузиев и рекомендарь презентация в участии в участии, которые становятся главными и результаты получивания от предыдущих и результаты с обеих реализмом и в том, что в posedении она Молко в квартале и это сделает . Продолжение следует... Спасибо большое, госпожа Паладе. Слово прислабляется госпожа Лосы Елена, доктора психологии, конференция. Доброе утро, госпожа Лосы Елена. Достатки Маклоиуре есть о стиниках стихи. Их дадут в спряжене эти основные цифры. У первого маклоиуре прислабить то, на секция двух деменей, психологии и кореографии, два демена, шарададе, на учителах диазиве. Тема е оригиналă, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Aici vreau să remarc numărul de autori studiați atât străini cât și autoctoni români. Problema de cercetare a fost definită clar și s-a demonstrată actualitatea. Un alt argument este un design rigoros al cercetării, o metodologie a cercetării bine gândită și elaborată, niște ipoteze plauzibile și verificabile. Și iarăși ceea ce au menționat și toți cei care au vorbit anterior este curajul doctorantei de a se aventura în studiul unei vârste mai puțin supuse cercetărilor, lucruri preșcolarii cu care a lucrat individual la fiecare test aplicat. Rezultatele experimentale obținute au pus în evidență acele caracteristici deficitarele văinței preșcolarilor, dar cred că cel mai valoros aspect al cercetării este experimentul formativ care ne-a demonstrat posibilitatea ameliorării calităților volitive la preșcolari. Și vin aici să confirme și datele de la test-re-test, analiza lor ulterioară, care a condus la concluzia că programul de intervenție a contribuit semnificativ la dezvoltarea componentelor și sferii volitive. Cred că acest program va fi foarte util atât psihologilor cât și pedagogilor și persoanelor care se ocupă cu dansurile cu copiii de această vârstă, ca o pregătire pentru adaptarea școlară, pentru reușită, pentru rezultate bune la învățitură, servind ca o platformă bună pentru dezvoltarea ulterioară în vârsta școlară mică. Deci, rezultatele științifice sunt originale și importante, atât în plan teoretic cât și aplicativ. În concluzie, vreau să menționez că teza elaborată de doamna Mulcoiulia este în corespundere cu vorile stipulate în actele normative pregând elaborarea și perfectarea lucrărilor de doctorat și evident că pledes pentru a se conferi doamnei Mulcoiulia titlul de doctor în psihologie la specialitatea 1102, psihologia dezvoltării și psihologie educaționare. Să vă mulțumimul de doctoratea lei e măsânt cu o castitul de pastorate și curiși o îndreților proiectă. И, значит, прежде всего я хочу сказать, что присоединяюсь ко всем выступающим, со всеми теми, так сказать, положительными, в принципе, единогласно высказываниями. И с теми некоторыми пожеланиями, которые были и которые, надеюсь, что в дальнейшем будут учтены. Что я могу сказать, воля – это чисто человеческий феномен, потому что в животном мире, не то что преобладают, вообще, так сказать, животным используется больше действовать в силе инстинктов. Волю же необходимо, так сказать, с самого начала сформировать у человека. И это, пожалуй, очень сложный, кропотливый, так сказать, вопрос для решения. И в разных семьях, на разных этапах этот вопрос решается по-разному. Будучи 12 лет деканом педагогического факультета в университете Крянга, мы разработали программу для подготовки специалистов по хореографии. Вместе с господином Гузуном и Светланой, знаменитые наши, так сказать, хореографы во всем мире. И вам, наверное, тоже знакомо это имя, госпожа Мулько. И даже вы, по-моему, участвовали. Я у них танцевала за их школу 16 лет. 16 лет. Вот видите, как прекрасно. И представьте себе, что они, так сказать, такой труд, можно сказать, непосильно человеку выполняют, потому что они начинают с детьми дошкольного возраста работать. И наши студенты вовлечены, вот здесь рядом Кадрянка, их база, вовлечены в этот процесс. И очень сложный этот процесс, но благодаря волевому усилию дошкольного возраста, вот уже подросли целые поколения знаменитых наших танцоров в Кадрянке. И не только в Кадрянке, не только. Значит, когда они идут на практику, наши студенты, они замечают, что в дошкольном возрасте дети, родители-то желают, чтобы они занимались в хореографических кружках и так далее. Но представьте себе, сколько слез здесь, в начале этого процесса. Потому что не хватает вот как раз то, что исследовала госпожа Юлия Мулько. Его воли не хватает, в основном воли. А у мальчиков особенно это, так сказать, видно и проявляется. По-видимому, не случайно вначале вы как-то, так сказать, там 50 с чем-то мальчиков исследовали, а потом в формирующем эксперименте оказалось только трое. Только трое. Да, девочки в этом отношении более, так сказать, можно сказать, волевые, чем мальчики. Казалось бы, парадоксально как бы. Но, естественно, мальчики проявляют, по-видимому, себя, как вы правильно подметили, в таких силовых больше, так сказать, деятельностей. Что я могу сказать? Значит, под руководством госпожи Раку Юлии Мулько удалось, так сказать, влиться в научные русла постепенно и выполнить эту одновременно с хореографией, искать, потому что, насколько я знаю, вы и мастер международного, даже, по-моему, класса по хореографии. И сочетать одно с другим, приятное с полезным. Это отлично, что вы, так сказать, решили исследовать и показать то, что не было у нас в науке, потому что волевая сфера была как-то исследована и в Москве, и на Украине, да, и у нас в Молдавии даже, вот, но не в таком плане, не в таком плане. Вам это удалось, так сказать, исследовать в деятельности, причем в ведущей деятельности в дошкольном возрасте, и вы способствовали формированию не только волевых качеств и воли в целом и так далее, но и личности дошкольников. Вы знаете, есть определенная корреляция между волевыми, проявленными волевыми усилиями в дошкольном возрасте, а потом уже на протяжении остальных, так сказать, этапов. Те, которые занимаются в дошкольном возрасте хореографией, они как-то более организованные потом, самостоятельные, прикладывают больше усилий даже в учебе, и они, как правило, успевают, причем в школе не успевают даже иногда лучше тех, которые даже не посещают ничего. Вот, есть такое дело, и поэтому это очень благородное, так сказать, дело. И вам удалось это сделать. Я не буду сейчас говорить о том, что работа выполнена, так сказать, согласно всем абсолютно требованиям Ана-Чекры, потому что здесь уже конкретно высказались и по структуре, и по объему, и по содержанию, и то, что, так сказать, вами полученные данные были обработаны статистически, используя, так сказать, тесты корреляции, своеобразные тоже, и Стюдент, и Мэна Уитни, и Ил Коксона. То есть работа не просто, так сказать, эмпирическая, она действительно научная, доказанная. То, что требуется, так сказать, не только то, что, так сказать, показать там, что хореография практически, знаю, эмпирически значима, но и теоретически, что гораздо сложнее, гораздо сложнее. И вам удалось это в конце первой главы сказать, после того, как вы проанализировали теоретические работы, в теоретическом плане показать именно, что еще не выполнено в науке, что еще не следовало в науке, и сформулировали четко проблему исследования. Это не всегда удается, сложно для начинающих. Так сказать, исследователи, но под руководством вот уже опытного руководителя, госпожи Раку, вам это удалось. И мы рады за вас, что, и говорим вам спасибо, что выполнили эту работу у нас в Крянге, так сказать, в педагогическом вузе, с уклоном, так сказать, в области педагогики, не только психологии, но в педагогической психологии. Это еще, так сказать, и интереснее, и приятнее, и полезнее. Таким образом, данная работа, выполненная самостоятельно под руководством госпожи Раку, в то же время она является грамотной и завершенной работой, вполне заслуживает, сказать, чтобы быть оценивана только положительно, только положительно. А вам, и вы, сказать, как автор данной работы, вполне заслуживает, чтобы вам присвоили искомую ученую степень доктора психологии по специальности 511.02, педагогическая и возрастная психология, с чем мы поздравляем. Спасибо большое. Большое всем спасибо, всем участникам, и, так сказать, дистанционно, и в зале, который присутствует. Сейчас мы попросим госпожу Мулькову удалиться на несколько минут, чтобы мы тут приняли решение, и научным руководителем тоже. Спасибо большое. Штимистик Д.C. 111.02.09, а титул-эй тквистинтитик де доктором психологии, Д.Муко Иулия, и чтобы вы более подходит претендентом, стал принять имя Продолжение следует... 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 Продолжение следует...